всех приветствую на семинаре по практическим приемам этичного хакинга меня зовут сергей клевогин я инструктор центре компьютерного обучения специалист возможно вы уже у меня учились возможно только планируете если в интернете www клевогинру наберете ко мне на страничку центре компьютерного обучения специалист попадете тут написано давно специалисты работаю различные курсы провожу и много разных статусов но помимо курсов мы проводим различные семинары не на этих семинарах мы изучаем какие есть курсы зачем им знать какие есть курсы для того чтобы лучше готовиться для того чтобы идти по пути этичного хакера чтобы организовать целое сообщество чтобы быть на связи чтобы быть в контакте и за пределами курсов тоже ударный курс специалисты курс по этичному хакингу самый известный курс я считаю вообще самый лучший курс центре компьютерного обучения но нельзя пять дней отучиться хакером стать поэтому курс по этичному хакингу и тестированию на проникновение сопровождается другими курсами есть даже описание на сайте вы пожалуйста прогарантируйте что вы успешно предыдущий курс завершили целая линейка курсов есть на семинарах мы разбираем что то что выходит за пределы программы этих курсов в то же время к курсам каким-то образом относятся какой-то семинар больше ориентирован на курс по хакингу какой-то семинар поближе курсу по защите по атаке защите веб-сайта и на семинаре мы вопросы разбираем параллельно на курсы поглядывая но не для того чтобы знать что они есть для того чтобы понимать откуда что берется откуда оно происходит чтобы не повторять материалы курсов а все равно что было как-то связано я на семинаре люблю рассказать как проходила какую-то реальную машину какой-то реальный случай давно играю машины на платформы хак за бокс вы наверное об этом тоже знаете и одну из этих машин сегодня пройдем ключевой момент атака на почтовый сервер а также преодоление ограничений эксплойт повышение привилегий тоже как и на предыдущих семинарах которые до этого были мы разберем я обращусь к тем участникам которые только начинают свой путь в информационной безопасности и думают может мне тоже платформу хак за бокс играть наверное не сразу хотя и анонсирует эта платформа записывайтесь к нам заходите будете взламывать сервера научитесь всему конечно как вы научитесь вот он стоит вот его ip адрес давай его такую как и ничему не учат более того у них правило у есть активные машины сами ломаете не вздумайте рассказывать никому а вот когда машина выйдет в отставку вот тут уже пожалуйста можете рассказывать разбирать как вы один другой сервер взламу но в случае вы если там зарегистрировались скачали вот такой connection pack openvpn подключаемся я подключился прямо сейчас я сейчас на этой же платформе у меня ip адрес мне доступны машины могу их попинговать а могу даже на сайт какой-то зайти могу даже его атаковать как настоящие хакеры сайты взламывают тоже у нас в планах в планах я хочу рассказать как проходилась машина solid state ее 10 10 51 ip адреса и здесь смело рассказываю потому что когда машина в архив выходит через какое-то время а там же каждую субботу новая машина выходит соответственно дна уходит в архив когда машина в архив ушла то уже все про нее можно рассказывать но как про нее рассказывают все хакеры которые ее проходят они рассказывают так вот видюшку любят записать я тоже могу такую видюшку записать и целый час видео буду показывать трудно уследить или статью можно написать но тут тоже ее сложно читать я тоже люблю почитать после машинки как она взламывалась другими хакерами и даже открываю ой как сложно читать я сам ее проходил сам взломал чужое описание читаю и чувствую нет мне здесь на два часа застрять поэтому проводим семинары что вот эту машинку я вам рассказал и самые основные моменты подчеркнул а еще так и буду норовить у вас чего-нибудь спросить а вдруг вы мне что-нибудь тоже расскажете я у вас прошу мне всегда будет перед глазами чат у вас он тоже есть может быть на моем экране вы этот чат не видите но он у меня есть и я его поглядываю если кто мне в чат что-то напишет я тут же прочитаю напишу а когда я буду вопросы задавать вы мне в чат смело пишите я буду комментировать прям тут же интерактивный чат будет почему столи стоит выбрал потому что не первый раз встречаемся и месяц назад мы снова собирались и проходили машинку player и дошли до одного места а там был документ и документ говорил смотрите какая хорошая техника а она у нас там не получилось но там было написано в solid state это точно работает я думаю ну дай-ка хоть посмотрим машину где эта техника точно работает поэтому дай-ка ее сейчас вместе с вами пройду давайте расскажу как эту машинку проходил прям вместе с вами давайте начинать мы подключаемся ip адрес нам сказали и как только мы хотим смотреть что там у нее пишем ее nmap 10 10 51 сканирование вот там порты открыты у нас семинар для широкой публики поэтому не знаю как вы сейчас воспринимаете возможно кто-то посмотрит какой nmap что такое nmap где эта карта какая что значит c а кто-то кто уже смотрел предыдущие семинары у нас думает ну сколько можно одно и то же давай дальше скорее поэтому если вы здесь сейчас уже не понимаете о чем речь вы лучше скорее всего если на youtube и смотрите в записи семинар начальные семинары пересмотрите чтобы иметь какое-то представление о таких инструментах а чтобы я понимал что мне есть смысл продолжать вы мне в чат напишите какой параметр сканирования позволил найти заголовок страницы я не просто nmap написал я написал sc sv о а на прошлом семинаре я спрашивал как я узнал что там апача такой-то версия ну что вот я сейчас пересканировал просто веб-сервер а то что он апача я не знаю а здесь я с такими параметрами пересканировал и апачи и вы мне в чат написали знаем знаем параметр это св а какой параметр сообщает мне что заголовок страницы solid state там находится если я на веб-сервер туда попаду вы мне в чат напишите а я пока проверю правда я туда попаду или нет если я по ip буду идти зайду на 10 10 10 51 о смотрите-ка solid state заголовок страница вот он мне это nmap сказал таким параметрам видите кто-то с сомнением пишет а кто-то без сомнения пишут да это параметр sc nmap скрипки поддерживает поэтому за то что sc написал он тебе это тоже рассказал ребята это первый шаг он всегда стандартный с этого всегда начинаются это хорошо что мы собрались кто-то говорит sc это все равно что скрипт равно дефолт про скрипты знаем хорошо то мы увидели что там веб-сервер есть ssh 22 порт и как обещал почтовый сервер 25 порт тоже есть знаете чем отличается аналитик от начинающего хакера если вам такой вопрос задать сейчас открою программу курса по анализу безопасности есть курс по хакингу есть продолжение зачем продолжать на хакингу научились нет давайте анализировать давайте на аналитика пойдем я когда только начинал 10 лет назад мне эта фраза врезалась в память из учебника а может быть у вас есть какое-то мнение чем аналитик отличается от хакера есть мнение у кого напишите мне в чат я вам скажу свое мнение точнее скажу не свое мнение как в учебнике написано было если вы пойдете на курс по анализу безопасности там будет написано когда вы в аналитике пошли и уже глубоко анализируете безопасность понимаете лет мотив аналитик тот же хакер только очень тщательно все проверяет ничего не забывает проверяют вообще все поэтому хакер он быстренько что-то посканировал и узнал а аналитик все просканировал и узнал этот параметр p- означает давайте все порты ты же два часа будешь сканировать ничего зато я узнаю вот еще один порт есть и он еще один порт нашел здесь если смотрите я просто посканировал то уже хорошо есть что атаковать но если мы глубоко анализируем надо не полениться и не минус f написать а минус p минус написать и тогда дополнительные сервисы откроются часто бывает не нужно эти дополнительные сервисы атаковать но в данном случае нам пригодится увидели что есть еще джеймс обвинка тоже и на меня произвело впечатление еще тогда 10 лет назад что в учебнике было написано что аналитик отличается от хакера тем чтобы все посканировать вот я с вами своим воспоминанием десятилетней давности делюсь я когда если будет в райтап читаю мне это прям уже ну сколько можно ну и на мак ну все выучили давайте дальше ну веб-сервер ну еще что часть первое надо получить доступ хоть какой-то потому что пришли на сайт веб-сервер говорит дратути и что и все если хотите мне чего-нибудь напишите мы можем им сообщение отправить здесь уже сразу у нас два пути первый путь давайте сразу атаковать exploit а с другой стороны если мы увидели что там почтовый сервер давай-ка найдем какие там е-мейлы и чего тут искать вот он е-мейл но профессиональные хакеры-аналитики не так ходят где тут вам ваши е-мейлы чтобы их вот тут собирать они пишут скрипт который все е-мейлы сразу собирает красиво показывает я не хочу сейчас вас этому скрипту учить но просто покажу как это выглядит давайте вот это вот чудо команду ввожу вот видите да мне прям один е-мейл я теперь уверен что там один е-мейл второй можно не искать этот си-юрл гребку то мне все нашел обрезал это основы linux здесь вам может быть и инструктор не нужен вот мануал читаете изучаете какая хорошая утилитка непонятно куда ее отнести то ли к хакингу то ли к анализу то ли к основам я ожидаю что вы как почта работает знаете откуда вы это узнали вы либо на курс по мишетевому взаимодействию ходили либо как-то сами где-то начитались и в этому научились очень хорошо программу курса посмотреть даже если на курс не идти почему потому что если народ учится и изучает айпиды нс значит это им чего-то нужно в программе курса по хакингу написано будьте добры имейте подготовку эквивалентную прохождению этого курса а здесь видите как почта работает настраивается на курс не пойду сам где-нибудь по книжкам научусь тоже хорошо и я хочу все-таки больше по технике про техники хакинга рассказывать именно раз называется практические приемы этичного хакинга и как почта работает рассказывать не хочу именно по этой причине назывался бы семинар как работает почтовый сервер я могут про это рассказывал но если вы концепции почта не понимаете конечно какой тут узлом надо последовательные тем я ожидаю что хотя бы слышали что есть почтовый сервер что есть пользователь что есть клиенты и там почтовый сервер джеймс почему джеймс потому что если я сейчас открываю и говорю nmap скажи мне правду конкретный порт 25 какой версии он мне скажет там джеймс смтпд вот такой знаете такой почтовый сервер а он есть я могу пойти на сайт и читать что есть такой джеймс почтовый сервер что можно его скачать установить он себя расхваливает какой он хороший скачаете меня установить будет у вас почтовый сервер на вашем предприятии давайте небольшую статистику соберем вы мне сейчас в чат напишите какой у вас любимый почтовый сервер какой вы почтовый сервер знаете если не джеймс мне самому правда интересно потому что я имею какое-то представление у меня какой-то почтовый сервер любимый если вы ходили на курс по межсетевому взаимодействию вы скажете что-то спрашиваешь то сам нам говорил установите именно такой hmail сервер и а мне интересно как вы вот я читаю чат кто-то говорит у нас exchange стоит и другого не надо кто-то говорит нас qmail стоит у нас exim у нас постфикс в чем идея ребята давайте пойдем по ссылке одно сравнение и видите да оказывается сколько много почтовых серверов мы на курсе по межсетевому взаимодействию hmail сервер проходили я говорил не надо учить давайте быстренько чтобы понять концепцию next 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 установили настроили все супер классно а их вона сколько вот apache james в том числе вот есть такой почтовый сервер но это очень хорошо обойти вот эти все почтовые сервера сравнить этот лучше это хуже вонок сколько много хорошо то что есть почтовый сервер мы знаем и даже увидели что мнение разошлись у кого какой почтовый сервер любимый у них джеймс вы их можете ругать говорить почему у вас не экченч я говорю а почему не эйч мэйл они скажут читаю сравнение джеймс модуляр архитектура персонал сальюшен ты что он интерпрайс сервер и здесь не поспоришь идем дальше все знаете что для того чтобы почта и пользоваться нужен почтовый клиент вот рядышком ломаю дополнительную лабораторию в лабораторию на хак забокс тоже ездят вот сразу много компьютеров давай их взламывай хорошо я уже почтовый сервер взломал я у них почту читаю мне программа не нужна я видите что использую outlook web access вот хороший клиенты но это же не единственные клиенты узнаете то что мы на курсу по межсетевому взаимодействию проходили то что я часто люблю устанавливать thunderbird почтовый клиент а у вас пока я ссылку открою на сравнение почтовых программ какой любимый клиент мне напишите в чат и подъем статистику я вам скажу какой у меня любимый клиент кто-то пишет мне бат чем вам бат намазан любят и любят я попробовал мне не понравился кто-то говорит а у меня тундра а кто-то говорит outlook деньги то уплачены деньги офис стоит аутлук идет в комплекте ну что ты а я говорю а я вот как привык аутлук экспресс так до сих пор его и использую аутлук какой-то аутлук экспресс я детских лет его использовал и пока он будет работать буду использовать а тут вот thunderbird почему thunderbird мы на курсе проходили но есть другие программы и тут конечно вам тоже инструктор не нужен все обойдите узнаете что за программа есть такие платные бесплатные я вот себе взял и thunderbird установил apt-get install thunderbird в kali linux и он у меня тут же в kali linux бесплатно без sms появился вот программка thunderbird вы можете говорить плохой у тебя почтовый клиент мне нравится какой-то другой но это многообразие здесь уже не важно какой почтовый клиент вы будете использовать а что важно важно то что чтобы получить доступ к почте надо ввести логин пароль или не надо ну конечно надо если аутлук настраивать оно так а если thunderbird настраивать оно будет эдак и где-то аккаунт где-то я создаю новый e-mail и говорили логин и пароль говорит напишите мне в чат чтобы чтобы я логин пароль и здесь здесь ввел как я узнаю этот логин пароль как мне учетную запись на почтовом сервере получить знаете как получить учетную запись на почтовом сервере антон пишет я фишингом всегда учетную запись на почтовом сервере получаю кто-то говорит что тут зарегистрироваться пойди mail.ru зарегистрировался и получил учетную запись а те студенты которые ходили на курс на сетевого взаимодействия они скажут надо попросить администратора и чтобы администратора в hmail сервере как мы проходили учетную запись нам создал и мы в эту учетную запись будем подключаться понятно да что я могу этот процесс автоматизировать сказать вот вам веб админка сами регистрируйтесь но смысл такой что должно быть доменное имя администратор будет учетную запись пользователя и даже если есть такая возможность самому пользователю регистрироваться всегда у почтового сервера есть администратор который может создать учетку видите что я на слайде показываю админку почтового сервера hmail а давайте вот прямо сейчас может мне кто-то написать как выглядит административный интерфейс почтового сервера james можете мне сказать как он выглядит что там веб интерфейс или эта программка вот как я сейчас скриншот сделаю вот ссылка посмотри можете найти как выглядит ну а как google открываем читаем изучаем я захожу на эту страницу где она я нахожу вот этот вот сайт а сайт говорит если ты хочешь установить чего-то там через джеймс то ты вот так нему подключись пароль здесь в виде велкам админа но тебе напишет и так она будет вот так выглядит админка у этого почтового сервера вы пошли апатю джеймс next 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 скачали установили джеймс как тобой рулить где здесь консоль к а он скажет хочешь в докере запущусь а как управлять то читай документацию документацию читаем тут вот так вот написано понятно да что веб-сервера по-разному управляются давайте попробуем этот джеймс прямо сейчас по администрировать я возьму и напишу тел нет на какой у него там ip адрес и на порт который мы просканировали определили подключусь тел нет 4 5 5 5 и он мне говорит а как тебя зовут я админ зовут а пароль у тебя какой админ не угадал но всегда есть пароль по умолчанию и логин по умолчанию и пароль какой пароль по умолчанию в интерфейсе джеймс можете поисковиком пользоваться возьмите и на гуглите мне прямо сейчас как называется пароль по умолчанию в интерфейсе джеймс пароль root пароль звездочки давайте давайте гуглите гуглите прям открываете гугл и смело пишите гугл есть такой почтовый сервер джеймс я знаю ты не знаешь а я знаю какой пароль по умолчанию нет не надо его брутфорсить пустой пароль ну-ка проверим как нам пишут админ пароль пустой иван где ты прочитал такое рут тур это перепутал рут тур это скале linux так понятно да почему мы изучаем на курсе по хакингу сбор информации из открытых источников как получить но я не сомневаюсь вы два часа будете гуглить на страницу джеймс зайдете и увидите что здесь написано какой пароли по умолчанию рут рут пароль нашли что там так написано рут рут видите да какая ошибка конфигурации почтового сервера администратор не сменил пароль ребята это не удивительно тут админка видите какая страшная велкам рут как пароль сменить не знаю тут какие-то команды надо писать мануал какой странный да это не так чтобы в общем зашли как рут давайте теперь получим доступ к системе мы получили доступ почтовому серверу ну и что мы хотим взломать весь сервер давайте создадим пользователя команда ад юзер есть откуда я юзер узнал начитался мануалы я считать умею я вам видел до джеймс там мануал читайте я пишу ад юзер хакер пасворды создал пользователя хакер теперь у меня есть там пользователь я убедился что я рут и могу управлять пользователями внимание вопрос а зачем зачем мне сейчас создавать этого пользователя подключаюсь рут рут ад юзер хакер пасворды о создал кто там дальше надо писать по мануалу создал польза какая ну создал хакера и что дальше как думаете открою чат почитаю ваше мнение почту делать какую почту делать ну сделал да почта есть сейчас thunderbird и напишу вот у меня есть е-мейл хакер и что сам себе письмо напишу зачем мне сам вы себе письмо писать кому я какую письмо напишу я не знаю кому что описать хотя знаю один е-мейл есть уже хорошо я пользователя создал от этого пользователя напишу на самом деле радость нам небольшая ну узнал что я хакер мне надо кому-то письмо написать и я могу узнать кому я могу от имени хакера написать письмо лист юзер лист юсерс от узнал напишите мне в чат как я узнал что надо писать лист юзерс а не лист юзер как думаете почему вопрос задаю потому что большинство студентов как и ожидал и скажут так ты мануал прочитал ты нам уже показал что ты читаешь мануал он был полезен но я на самом деле даже здесь мануал не читал help вот видите да он сразу говорит help пишите узнаете что писать вот первое же хорошо мы узнали что вот они пользователи и естественно вы совершенно правильно в чат пишите если мы админ и мы сейчас всем этим пользователям пароли поменяем и почту их почитаем только вот пишите сайт пасворда и сбросьте пароль и потом зайдите в thunderbird сброшенный пароль и почитаете почту другого человека понятно да я не буду сейчас сбрасывать пароль эти команды прям печатать заходить я вам покажу результат то я одному пользователю сбросил пароль посмотрел что у него другому третьему вот у пользователя mindy я нашел сообщение в почте mindy твой пароль такой-то заходи по ссх понятно да как я это сделал у меня была админка я начитался справочников пароль сбросил одному пользователю сбросил там неинтересно другому третьему а у четвертого пароль узнал и зачем мне этот пароль естественно подключиться по ссх да давайте давайте я подключусь по ссх и что говори пароль а пароль я знаю я его почте прочитал я подключился я там как этот пользователь доступ к системе получил хорошо но это еще не все когда я подключился мне доступны какие-то команды да действительно я могу написать ls куда я подключился могу прочитать секретные данные но на этом мое управление сервером заканчивается больше ничего писать не могу почему потому что я пишу айди напишу айди не пускают пишу pvd pvd пускают а если какую-нибудь другую команду cd не пускают то же самое что мы видели на прошлом семинаре когда машинку плеер разбирали помните такая же была ситуация и у нас есть ограничение то есть мы можем файлы читать что в текущем каталоге мы можем посмотреть а переходить в другой каталог мы не можем shell ограничен такой ограниченный shell да есть такая технология здесь помните вот эту pdf читали и она нам не помогла linux restricted shell bash не помогла но мы без нее обошлись но здесь написано попрактикуйтесь solid state легкая обойдете давайте сейчас быстренько эти техники разберем попробуем выйти из ограниченного shell а тут видите что тут говорят прежде всего проверьте какое у вас окружение какие команды доступны cd ls эхо переводить можете или не можете языки программирования какие есть судо вот это вот все попробуйте но я попробовал ничего не получается n в пишу print n в не получается если я хочу атаковать переменные окружения а как кстати еще посмотреть переменные окружения если все вот эти вот техники которые в pdf написано я попробовал ничего не работает какие еще есть способы посмотреть все переменные окружения потому что мы знаем что если есть переменные окружения то их можно атаковать я вот на своем машина на своем компьютере напишу n в видите да мне вот все показывают а здесь пишу n в не показывает а как еще можно посмотреть переменные окружения если на псовиды кат баш рц проверяем копирую вставляю о что-то показала до экспорт пиши экспорт о показала деклеры пиши о ну деклеры тот сам деклеры а экспорт то есть мы переменные окружения оказывается смотреть то умеем мы уже пользователи линукса более менее тогда вопрос переменные окружения посмотрели какая переменная самая вредная что нам мешает в этой переменной какая переменная здесь не дает нам нормально жить можете на эти переменные посмотреть и сказать вот эта переменная мешается конечно вы ученые после предыдущего семинара мы такой же пример разбирали вы конечно говорите вот или так посмотрим видите у минди а мы как минди зашли rbash то есть мы попадаем в этот restricted bash и поэтому rbash со всеми ограничениями на нас действует и мы теперь pdf читаем как оттуда выйти ребята смотрите там в pdf написано попробуйте сработает техника не одна так другая стопроцентно все эти техники в pdf перечислены я вам поближе и покраснее написал на слайде напишите мне в чат как вы думаете какая из десяти техник стопроцентно сработает наверное так непонятно а так понятнее какая из этих техник сработает а я пока прокомментирую в чем смысл всех этих техник допустим у меня мой кали линукс я зашел ftp и ftp думает что я буду команды ftp писать вот эти команды а я такой воссоздательный знак bin bash bash это командная строка в линукс видите да все видели как я в bash из ftp вылез а теперь exit и видите я обратно в ftp вернулся то есть если меня в ftp пустили я из ftp могу через воссоздательный знак вылезти и попасть в bash прикольно знали об этом а вот можно так вот так можно вылезти не только из ftp ну-ка проверим ftp видите нас в ftp не пустили эх так бы мы вылезли а так вылезти не можем но пдфка гласит пдфка гласит сто процентов эта техника сработает какая из десяти техник сработает сто процентов скажите мне ну просто угадайте хотя бы какая из этих техник на ваш взгляд должна сработать в нашем случае что мне попробовать ооо пошло голосование пошло голосование это попробуй это попробуй это попробуй это попробуй и знаете что я все эти техники попробовал результат вот такой понятно ни одна из техник не сработало как так авторы пдфки вы чего вы нас обманули так не честно называется ребята не не честно это называется unintended way когда я эту машинку проходил у меня в заметках даже это написано я мог вот так вот здесь баш написать и баш открывался а потом разработчик говорит нет мы так не хотели мы не хотели так и этот способ они пропатчили поэтому ребята которые это проходили статью скорее написали сказали а легкотня баш пишешь выходишь а теперь бин баша бин шелл ничего не выходишь они все ограничили потому что это слишком простой способ мы разработчики машины по другому хотели простой способ что вы обнаружили это unintended way давай intended way решайте вот так вот ну давайте найдем этот intended way давайте я вам расскажу как выйти из шелла по задумке разработчиков машины чтобы выйти из этого шелла а эта задача теперь сложная потому что мы pdf прочитали 10 техник попробовали два часа ничего не получилось понимаете прием этичного хакинга что чтобы решить сложную задачу часто надо понимать основы и пока вы основ не знаете все бесполезно не выйдите вы из шелла не надо сложное что-то читать изучать advanced hacking darknet надо fundamentals повторить знаете какие fundamentals надо повторить надо знать что такое bash командная оболочка системы вот так вот смотрите какая иллюзия ребята фундаментальные основы часто создают иллюзию что они понятны потому что их можно описать кратко вот bash википедия открываем что такое bash прочитали ну-ка ну-ка команды команды такие команды ага ага скрипты можно писать синтаксис такой-то перенаправление туда-сюда делаем это все примеры примеры перенаправление уже говорили подстановка if условный оператор циклы хорошо массивы тоже есть операции все конечно сколько это учить 40 минут и все выучим вплоть до горячих клавиш с другой стороны bash надо вот так вот читать bash референс мануал давайте его читать я даже вот так вот начну читать видите да вот ты какой bash вот как значит про тебя надо читать то есть я уже рука устала мышку тянуть а оно все не успокоится все объясняет как команды bash как работает как устроит кто из вас второй документ читал давайте смиримся что на таком уровне как в документе написано bash мы не знаем но учиться никогда не поздно то что нужно я вам расскажу так вот что нужно знать про bash fundamentals чего там в википедии не написано эти знания вот так проверим я на solid state машинке могу написать c а потом нажать чудо кнопочку и увидеть какой-то результат вот такой что за чудо кнопочку я нажал первый вопрос что я нажал что на машинке в линуксе такое табуляцию нажал правильно ребята а теперь мой кали линукс ту же самую табуляцию нажал и он говорит ты с ума сошел все 180 вариантов хочешь смотреть да хочу вот пожалуйста почему здесь 180 вариантов а здесь можно пересчитать почему как это называется и где определяется знаете вот наше знание о баше нет это не pass это не user bin баш комплишен это называется баш комплишен это фундаменталс это снова от слова баша мы думали что мы баши знаем а про баш комплишен то мы или не знаем а есть такое вот баш комплишен завершение мы может быть и привыкли табуляцию это все тыкать умеем и привыкли ой как удобно хорошо но это называется баш комплишен естественно это как-то конфигурируется мы можем настроить так что у нас баш комплишен будет срабатывать так как у меня вот в кали линуксе даже больше здесь у меня на слайде сколько было там 169 здесь 108 здесь еще круче оно настроено баш комплишен это фундаменталс фундаменталс это не хакинг просто фундаменталс просто мы вспомнили а какой еще фундаменталс нам нужен а еще фундаменталс нам нужен что есть обход каталога но это конечно легкотня это я сейчас напишу ls две точки слэш из текущего каталога выхожу в любой другой каталог где я нахожусь каталог root cd две точки слэш етц ооо в етц попал обход каталога есть давай обратно две точки слэш root перехожу это тоже все вот эти вот две фундаментальные вещи помогают нам обойти ограничение шелла здесь конечно хорошо установиться и подумать ну фантастика ну баш комплишен ладно не знали сейчас пошли прочитали оказывается вот здесь вот баш комплишен какие-то на каком-то языке что-то тут написано и так определяет как будет когда мы жмем табуляцию как будут дополняться команды и параметры сейчас выучим это не сложно а обход каталога это и что тут не знать и как же теперь выйти на этих фундаменталс из сложной задачи которая шелла ограничивает такая техника может быть можно создать пользователя с таким именем две точки слэш две точки слэш более того можно создать пользователя вот с таким именем и вы же понимаете что когда почтовый сервер почту принимает он принимая почту помещает в каталог пользователя а пользователя у нас зовут вот так если глупый сервер не проверяет что мы создали такого пользователя то он создаст такого пользователя. ETC BashCompletion уже есть. Но когда почта будет приходить, он будет входящую почту класть в этот каталог. А в этом каталоге у нас что? Определяется, как если мы табуляцию нажмем, что будет выполняться. Соответственно, мы сюда пришлем exploit. Если пользователь зайдет, начиная обрабатывать, как там BashCompletion, shell откроется. Как вам такая идея? Фантастика. А тем не менее, на exploit.db это написано. Осторожный PowerPoint говорит, не пойду на какой-то хакерский сайт, но сходите, exploit.db, exploit.e есть. Так он выполняется. Подключаемся. Создаем вот такого вот пользователя каким-то паролем. James говорит, хорошо. Раз так, 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 мало ли, вдруг его так зовут. После этого открываем прослушиватель. Что такое неткат, утилита, швейцарский нож. Открываем и отправляем письмо этому пользователю с таким содержимым. Оно попадет в этот каталог BashCompletion. Пользователь, когда залогинится, начнется вот этот вот скрипт выполняться. А скрипт как выглядит? Я его даже показывал, как он там в кале у меня. Если чего-то там, то чего-то там. А тут будет без всяких если. Давай ко мне обратно. И откроется shell. Классный exploit. Классный. Только заминочка небольшая. Видите, письмо не отправляется. Да, Thunderbird запустил. Отправь письмо этому пользователю. Я только что его вот так вот красиво создал. Я его создал. User.ok. А Thunderbird, умный какой, да? Говорит, не буду отправлять. Неправильно, не по форме пользователь. Что делать? Напишите в чат мне, кто сейчас присутствует на семинаре. Как бы вы поступили, если такой крутой exploit не работает по такой банальной причине? Кто-то предлагает на проксе перехватить. Да как вы на проксе перехватите? Он из программы не дает. Напиши это в копии. Нет, в копии тоже не дает. А вот с телнетом, кто написал, тот угадал. Мы вручную отправим. Мы возьмем другой почтовый клиент. Когда будет курс по анализу безопасности, я вам дам SendS-MTP инструмент, который графически все что угодно сделает. Но классика считается, телнет подключение. Вот так подключились. Из командной строки что угодно можете писать, что угодно можете отправлять. Так же, как я телнетом на админку подключился, так же я и подключаюсь на обычный почтовый сервер. Только надо писать hello, mail, по документации. Отправляем письмо. И что делаем после этого? Заходим пользователям по SSH. По SSH зашли. Система думает, как там тебе башкомплитшен, чтобы тебе, когда ты будешь табуляцию жать, чего там показать. А там вместо вот этого дурацкого скрипта и в чего-то там написано, давай-ка nc, вот shell открылся. Все помнят, откуда мы узнали пароль пользователя Миндинг? Из письма. Ой, молодцы какие. Все помните. А теперь давайте о безопасности подумаем. Вот чтобы так shell не получили, как защититься? Как можно от этого защититься? Я не хочу, чтобы мой James так эксплуатировался. Как? Как думаете? Пароль вы пишете, надо сменить. Конечно, хорошо. Но, может быть, получше можно. Запретить башкомплитшен? Нет. Порт закрыть. Firewall. Да, хорошее решение. Кто-то скажет, пропатчить надо, James. И, допустим, я сделал все, что вы мне сейчас в чат написали. И порт закрыт, и межсетевой экран, и все хорошо. Защитился? Не защитился. Почему? Потому что опять unintended way остался. Опять остался unintended way. То есть, смотрите, я рассказывал, как сложно юзера создать, две точки слэш, письмо отправить, шел туда-сюда. Я даже после того, как они пропатчили, все равно вышел из этих ограничений не так, как они задумали. Опять я нашел второй unintended way. И в этом, ребята, суть хакинга. Что unintended way, ненамеренный путь, неизвестно, когда кончится. А он, может быть, будет. В данном случае вы сто раз пропатчили Джеймс, и все сделали хорошо. А вот он unintended. Смотрите, что я делаю. Вот здесь вот SSH, я пишу bash. Опа! Теперь по паролю захожу. И что? Пожалуйста, вот тебе ID, вот тебе все, что угодно. CD куда угодно, LS чего угодно, без всякого вот этого. Две точки слэш-эксплойта, bash-комплишен можно было не учить. Суть хакинга. Будет какой-то unintended way, что можно пройти не так, как задумывалось. И когда вы думаете, ой, какой эксплойт, надо защититься, защитились, может быть, такой способ проглядели, просмотрели. Конечно, создатели машины хотели, чтобы мы мучились, чтобы мы bash-комплишен изучили, но такой трюк позволил выйти из ограничений другим способом. Напоследок, несколько слов о том, как до рута подняться. перечисления файлов. Конечно, мы теперь все, что можем делать. CD пишем, LS пишем. Давайте этот момент мы ускорим. И я вам просто покажу, что я нашел в OPT скриптик. CD OPT CAT TMP О, видите, что я нашел? Вот этот скриптик удаляет все файлы в каталоге TMP. Правильно делает, потому что вдруг я хакер, взломал машину во временном каталоге, у меня там мои эксплойты, какой-то там другой новичок подключился, моими эксплойтами привилегии поднял. Правильно скрипт удаляет все, что в каталоге TMP. Но напишите мне в чат, что не так с этим файлом? Почему он мне нравится, что я его красным написал? Что не так? У файла TMP расширение 7.7.7. Так, очень хорошо. А еще что? А еще у нее владелец root. То есть, если root владелец, то возможно root этот TMP и запускает, ну раз он все файлы удаляет, а у нас сюда в этот TMP есть разрешение писать. Все. Конечно, теперь понятно, теперь все. Здесь юмор какой, что когда машину решаешь, а я люблю одним из первых решать, если время есть, я прям машина выходит, я прям сразу хочу первым, чтобы мне никто не мог подсказывать, чтобы я всем только подсказывал. И когда вы не знаете, что вот этот каталог вот там такой лежит, как его найти, конечно, азарт, интересно, сейчас все быстренько проверим, где наши скрипты, но когда вы это нашли, тут уже что, тут уже мы даже без умения программировать на питоне быстренько, где наши друзья, пентест, манки, другие хакеры, научите, как нам так изменить этот питоновский скрипт, чтобы он открыл shell, и когда в следующий раз этот скрипт будет из крона, или как-то там еще запускаться, будет все удалять, он заодно и к нам подключится. Умеете из питона реверсный shell открывать? И не надо. Google, научи, как открывать shell. Тут же скажем, вот OS систем, и погнали. Допустим, вот это чудо команда откроет shell. смотрите, что я делаю. Пишу nano tmp питон, а он говорит, не могу открыть терминал. Это что такое? Как? Что? Где? Как мне открыть терминал? Видите, не дает править. Не понял. ls минус l tmp ну вот rvx я хочу редактировать, когда надо из такого shell в терминальный выйти, я сразу вот так пишу или copy past у меня более-менее нормальный shell, где я пишу nano tmp хотя тоже видите терминал не открывается в общем nano какой-то не такой. А если даже откроется опять не так начинаются не могу печатать опять что такое. Как же внести изменения в этот файл tmp чтобы там вот эта строчка появилась если редактором пользоваться не могу. Есть linuxoid кто посоветует как файл подменить если он вот так вот у нас сопротивляется. Есть есть хакеры советчики есть кто-то говорит перенаправление сделай просто вот вот это вот эхо и перенаправлением файла эхо ты можешь писать эхо окей 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 эхо могу писать ну и все понятно да как хорошо уметь редактировать файл в баш эхо вот это туда и root shell открылся мы посмотрели как изначально выполняется сканирование перечисления как всегда увидели что почтовый сервер может быть относительно экзотический James может быть вы и не знали такой почтовый сервер а он есть но он может быть неправильно сконфигурирован чем экзотичнее почтовый сервер тем экзотичнее конфигурирование администратор мануала не дочитал пароль не изменил и мы получили доступ на почтовый сервер с ним разобрались пользователя создали почту прочитали попали в shell shell сопротивлялся но мы весело преодолели ограничения заодно посмотрели exploit на почтовый сервер через этот башкам пришен но увидели что можно было бы пройти ненамеренным путем 2 поди вам тоже показал завершение мы повысили привилегии обратили внимание что повышение привилегии технически то не так уж и сложно даже с учетом того что у нас редактор не запускался но поиск как такую конфигурацию обнаружить вопрос более серьезный мой кали линус вдруг у меня тоже такая же страсть где-то как я это узнаю и если кто-то ходил на курс по защите от каперских атак он сейчас скажет о это мы проходили это нам показывал скриптик запускаешь он все проверяет если такой проблема конфигурации будет мы ее обнаружить очередной семинар по практическим приемам этичного хакинга заканчивается у нас еще есть какое-то время можем еще пообщаться в чате если какие то вопросы всегда добро пожаловать задать с этим наш семинар заканчивается спасибо за участие и успехов на пути специалисты информационной безопасности мы с теми